Здравствуйте, Горгаз, проверка газового оборудования. С утра пораньше специалисты начинают по квартирный обход. Сегодня рейд по проверке газового оборудования в многоэтажке на улице Мира. С помощью специального газоанализатора инспекторы проверяют, нет ли утечки. Включают и конфорки, все ли исправны. Жителям квартир напоминают правила безопасности. При запахе газа перекрыть газовые переборы, проверить помещение и вызвать 0,4. Кроме того, газовщики проверяют вентиляцию. Она тоже должна быть в квартире, причем в свободном доступе. Далее опрос жильцов. Есть ли жалобы на газовое оборудование? Знают ли люди, как избежать беды? В конце ноября во Владимирской области произошли сразу две трагедии, связанные с утечкой бытового газа. В деревне Чуприянова Петушинского района из-за отравления угарным газом погибли 4 человека. По версии следствия, причиной утечки мог стать несанкционированный ремонт газового котла. В поселке Барсово Киржачского района на территории военного городка в результате взрыва газа обрушилась часть двухэтажного жилого дома. Два человека получили травмы, еще одна пожилая женщина погибла. По предварительной версии, причиной могла стать незакрытая конфорка. Человеческая беспечность, к сожалению, часто приводит к подобным трагедиям. Чаще какая еще бывает проблема, что оставляют готовящуюся еду без присмотра. То есть, все в порядке, газ работает, оставили еду, соответственно, там выкипела вода, еще что-то, газ не выходит. Вернее, огонь потух, но газ тем временем выходит. Опять-таки, может произойти чрезвычайные ситуации. Бывает, что оставляют, допустим, маленьких детей дома одних. Они также могут неправильно пользоваться газовым плитом или, наоборот, хулиганить. Тоже могут открыть газовую плиту. То есть, на это обращаем внимание. В связи с трагедиями сотрудники МЧС и газовщики усилили контроль за газовым оборудованием в жилых домах. На конце декабря подобные рейды будут проводить регулярно. Специалисты напоминают, если в доме дети или пожилые, забывчивые люди, газ нельзя оставлять без присмотра. А если уходите, перекрывайте его в квартире. Кроме того, нужно следить за объявлениями о проверке, ремонте, обслуживании газового оборудования в вашем доме. У нас периодически, через полгода, приходят, проверяют постоянно. Ну, контролируют, следите за ним? Конечно, это обязательно, потому что кто захочет потери и квартиры, и семьи, и всего на свете. Столько лет работаешь, живешь, стараешься для детей, и потом, не дай бог, такой случай будет. Серьезных нареканий во время этого рейда специалисты не нашли. Однако, открыли не во всех квартирах. Инспекторы отмечают их в плане и придут снова в другое время. Если же хозяев не застанут и тогда, то направят письменные уведомления о проверке. Кстати, по закону, за отсутствие договора на обслуживание газового оборудования и недопуск специалистов для проверки, собственник квартиры может быть оштрафован на сумму до 2000 рублей.